всем привет сегодня у нас 8 июня решили мы прогуляться до нашего таманского залива чтобы покупаться потому что настолько жаркий день это просто не передать вы наверное не представляете у нас наступило лето 34 в тени какой кошмар честно говоря вот и вчера мы ездили купаться в веселовку если вы еще это видео не видели обязательно вы гляньте вчера на черном открытом море вода была 21 градус это еще достаточно прохладно буквально еще пару градусов и там будет уже комфортная температура и после веселовки мы решили заехать к нашему таманскому заливу и мы собирали мидии папа захотел поэтому мы устроили себе так скажем вечерний ужин с морепродуктами вот и я решила смерть сколько у нас вчера была вода на таманском заливе 8 вечера 27 градусов это просто парное молоко сегодня тоже взяли термометр смерю температуру узнаем я кстати сегодня еще взяла маску поэтому я с удовольствием поплаваю посмотрю на подводный мир я хотела сначала сходить покупаться на наш мостик который я облюбовала когда я увидела сколько здесь народу это что-то просто вообще я решила немножко подальше отойти и покупаться поплавать маски здесь сейчас как раз меряю температуру не скажу вам какая она будет 28 градусов практически 29 вот поэтому на штаманский залив выбирают для отдыха семьи с детьми потому что маленьким детям здесь максимально комфортно купаться никогда не замерзнешь никогда после у тебя купание не будет болеть горло всегда комфортная температура воды когда я решаю плавать маски я никогда не уплываю далеко потому что все самое интересное оно находится у берега все рыбки подплывают ближе к людям это интересно наблюдать всем этим подводным миром и медузы встречаются и морские коньки я однажды даже ската видела это меня очень конечно впечатлило вот и чем дальше ты отходишь от берега тем глубже становится и соответственно уже дно не так заметно ну что пожелайте мне удачи я буду плавать и смотреть на наш прекрасный подводный мир там тоже на персе много народу я вот в таком расслабленном состоянии после купания возвращаюсь домой и знаете вот меня посетили такие мысли что как же все таки хорошо жить у какого-нибудь водоема потому что если жара то ты из-за нее не изнываешь ты можешь всегда сходить и покупаться и это спасает особенно в жару спасает всегда морской свежий ветер и сейчас мы просто этому радуемся ветра нет и все это такая душегубка что хорошо в сельской местности например у нас поселки что ты можешь всегда сходить до моря не нужно разодевать никаких крутых платьев нацепил самый простой сарафан шлепки и иди купайся в городах даже морских до морских курортах тебе надо ехать еще на маршрутке потому что наверняка ты не будешь жить близко у моря а здесь пешочком либо на велосипеде и все ты уже на море хорошо птички поют и так деревья такой запах хорошо аромат надо есть такое потому что жарко нагревается что я не изучаю такой после купания на лавочке посетила мороженку покушать